Сейчас задержанный, а это житель Лобинска, дает объяснение сотрудникам полиции, каким образом было выбрано место для сброса и откуда, собственно, он возил землю на арендованной машине. Она-то и подвела его, застряла в грунте и до сих пор оттуда ее не вытащили. Оказывается, в этом микрорайоне на муниципальном участке, как рассказывает главный архитектор района, планируется комплекс детских и спортивных площадок. Пару лет назад здесь московская компания собиралась возвести дом, но администрация Сочи отстояла в суде городские земли. Процесс взял под личный контроль глава города Анатолий Пахомов. Осенью было разрешено засыпать котлован, образовавшийся в результате струйки. Эта работа была закончена еще в прошлом году и сегодняшний нарушитель тоже возил сюда землю. А вот в этот раз привез и грунт, и строительные отходы. Такие несанкционированные свалки, помимо того, что нарушают природоохранное законодательство, еще и ведут к утяжелению склона. Идет перегруз территории, этот склон идет перегруз. Это же фактор того, что это перегруз земельного отвала, несанкционированного еще раз подчеркнули. Повлиял на то, что там уже просел, просел, грунт уже просел. То есть дорога уже там сейчас идет, вот так вот, с трещины пошла. Жители близлежащих домов давно мечтают пусть и о небольшом сквере, месте отдыха. Поскольку придомовая территория совсем маленькая и прогуляться с детьми здесь негде. Поэтому так отчаянно бились за то, чтобы не появилась еще одна новостройка. А теперь вот война с водителями большегрузов. Мусор, как валится, строительный, крупный, понимаете, это не то, что вот люди отремонтировали квартиру и вынесли. А они уже знают, что здесь ниоткуда ничего не видно и просто валят, валят и валят. Каждые три дня администрация вынуждена вывозить отсюда два-три КАМАЗа огромных. Брать этот грейдер, бульдозер и вывозить отсюда мусор. Иначе здесь будут уже горы просто, не подойти. Следить жителям не всегда удается. Чаще мусор привозят ночью, но вот благодаря бдительности нарушителя задержали и днем. Ну, больше не повторится. Но слова и поступки чаще всего расходятся с делом. Привод в полицию оказывается у задержанного не впервые. В настоящее время в отношении него составлен административный материал по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме этого, известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое. Таких мусорных хулиганов по городу немало. Вот, например, строительный мусор на улице Метелева, район улицы Фабрициуса. Его вывозят с контейнерных площадок машины САХ, а новый мусор, как по волшебству, появляется вновь. Именно из-за таких вредителей в Сочи появляются стихийные свалки, вывозить которые приходится за счет дополнительных средств, которые можно было бы потратить на нужды города. Рейды по выявлению таких свалок проходят регулярно. Жители курорта администрации города просят о фактах сброса строительных отходов сразу же сообщать по телефону 2-66-86-55.